Депутат Государственной Думы Николай Панков призвал вчера найти и наказать виновных в продаже футбольных полей, которые раньше находились в муниципальной собственности города Балакова и относились к школам. Школы – это образовательные учреждения, к ним предъявляются определенные требования для получения лицензии. И в соответствии с этим требованиям раньше было одним из условий наличие именно стадионов для спортивных мероприятий и проведения занятий физкультурой. Это требования впоследствии упразднили и появилась такая лазеечка для органов местного самоуправления, которые воспользовались. Отмежевали земельные участки, находящиеся на территории школ, возможно, может быть, даже и детских садов, и спортивных некоторых учреждений. Это надо проверять и смотреть именно ревизионные работы проводить в отношении межевания и формирования этих участков. Поскольку в пресс-релизе распространенном партии власти в цитатах Николая Панкова указаны три футбольных поля без конкретного обозначения школ, то, уверенно, говорить о продаже мы можем пока только в отношении одного – поля возле школы номер 10. Именно по этой земле, где сейчас вместо уроков физкультуры проводится малоэтажная застройка, депутат городского совета Роман Ирисов делал депутатский запрос и выяснил, что сейчас назначение данной земли ИЖСЭ. По предварительным документам, которые мне сейчас удалось уже собрать, там видно, что изначально этот земельный участок, общий земельный участок, вид разрешенного использования был для размещения объектов образования. Потом вид разрешенного использования меняется на ИЖС. Тоже хотелось бы поинтересоваться, насколько законно были соблюдены все процедуры, проводились ли публичные слушания. Но если слушания проводились, то непонятно тогда позиция директора школы, ведь спортивный стадион важен в первую очередь для учеников, и руководитель образовательного учреждения должен был начать бить во все колокола, привлекая внимание к тому, что школьную землю уводят. Мы попытались пообщаться с директором СОЖ номер 10, однако по странному стечению обстоятельств руководитель оказался в Саратове. Сейчас уже и не разберешь, где заканчивается бывшее футбольное поле, а где начинается земля для малоэтажной застройки. Вот вроде бы на границе этих двух участков идет строительство, однако, как пояснили рабочие, эти участки куплены давно и не имеют отношения к школьной земле. А на тех самых футбольных участках сейчас красуются горы земли и строительного мусора, специально завезенные для подъема уровня. Изначально участок был один, но новый владелец разделил его на 8 частей. Кстати, на сайтах объявлений участки на улице Заречной с выходом на канал Алексеевского реализуются за 2 миллиона рублей. О такой же сумме речи ведет и Николай Панков. То есть в итоге покупатель приобрел футбольное поле за 1 миллион рублей, а может получить выгоду при продаже его по частям в общей сложности около 16 миллионов. Насколько целесообразным была продажа этого земельного участка, то есть какой экономический эффект получил бюджет, и насколько он действительно был необходим. Потому что по предварительной информации, которую я обладаю, то есть его продали всего лишь за миллион рублей. То есть продать 9 тысяч квадратных метров за миллион рублей в центре города, мне кажется, это не такой эффект ожидался для пополнения бюджета. Связаться с бывшим руководителем комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района у нас не получилось. На звонки Александр Мурнин не отвечает. Эффективность заключения такой сделки для муниципалитета, скорее всего, проверят теперь правоохранительные органы. Ну а мы будем следить за развитием событий.